Михаил Рыбаков. Как навести порядок в своем бизнесе? Как построить надежную систему из ненадежных элементов? Практикум. Серия «Порядок в бизнесе». Девятое издание. Исправленное. Читает Андрей Зверев. Отзывы. Алексей Тимонин, генеральный директор интернет-магазина путешествий ozon.travel. Книга показалась мне разноплановой и интересной. Читая ее, вы вполне логично и последовательно начинаете с определения бизнес-систем, переходите к описанию бизнес-процессов и далее через проекты попадаете в обсуждение оргструктуры. Потом рассмотрение роли людей в бизнесе и переход к процессам совершенствования бизнеса. Глава про консультантов выдержана на достойном уровне, раскрываются различные подходы и мнения. Последняя глава посвящена, довольно неожиданно для меня, размышлениям об опасности коррупции и роли политики в жизни. Впрочем, размышления вполне практичные и небанальные. Суммируя, я бы сказал, что получилась искренняя и неводянистая книга, которая заставляет думать, спорить с утверждениями автора, предлагать взамен свои варианты, соглашаться с предложенными, изучать поставленные вопросы глубже и так далее. Все это позволяет мне утверждать, что автор своей цели достиг. Любовь Малютина, маркетинг-директор, группа ССИТ-Женераль, Русфинансбанк, консультант по маркетингу. Я знаю Михаила давно, и его книга такая же ясная, четкая и позитивная, как и он сам. Я счастлива, что в России уже есть бизнес-сообщество профессионалов без понтов, простых и результативных. Такие люди, как Михаил, вносят немалый вклад в его развитие. А еще Михаил очень хороший бизнес-партнер. Что меня поразило с нашей первой встречи, четкий, профессиональный и быстрый ответ на мой вопрос по мейлу. И в этом он весь, и книга его такая же. Она выбрала в себя самые передовые технологии, и при этом автору удалось сохранить простоту и понятность изложения, опустив излишнюю терминологию и сложные словесные обороты, сделать прочтение книги легким. В то же время в книге есть упражнения, которые тут же помогают конвертировать прочтенное в полезное. Спасибо. Я безгранично благодарна тебе за обмен опытом, идеями, информацией и профессиональные советы. Сергей Богузин. Операционный директор крупной IT-компании. Бизнес и управление компанией ставят перед руководителями все новые и новые задачи. Менеджеры и собственники в поисках решения своих проблем обращаются к литературе. К сожалению, в переводных книгах речь идет, образно говоря, о тонких настройках. Это связано с тем, что на Западе регулярный менеджмент внедрен практически повсеместно. Поэтому обсуждается, как на его основе выжить... Еще несколько процентов роста за счет новаций. В России же основные проблемы связаны с построением системы управления как таковой. Именно этому посвящена книга Михаила Рыбакова. Мне очень понравился набор кирпичиков, который автор положил в основание регулярного менеджмента. Цель. Бизнес не может плыть в бескрайнем море без ярких ориентиров. Бенчмаркинг. Бизнес существует не сам по себе, а в конкурентной среде. Бизнес-процессы. Именно они создают ценность для клиентов. Проекты. Без изменений все заболачивается. Управление изменениями – это управление проектами. Персонал. Как ни крути, а успех аккумулируется не там, где лучшие материалы или товары, а там, где лучший менеджмент и лучшие люди. Качество. В конце концов, не будем же мы возражать, если станем работать как японцы. А именно этот кирпичик является основой их успеха. Сергей Иванов. Владелец и управляющий компании «Гермес». Производство очистных сооружений. Михаил, спасибо тебе за такую книгу. Мне, как владельцу компании по твоей классификации, находящейся на уровне спонтанный бизнес, компании 6 лет. Эта книга – просто находка. Я сейчас обучаюсь в Международном институте менеджмента ЛИНК на первой ступени курса MBA. Что мне понравилось в твоей книге и какие плюсы по отношению к академическому курсу я хотел бы выделить? Книга написана с позиции владельца бизнеса и дает рекомендации с учетом разницы взглядов на процессы, владельцев и сотрудников компании. Обучаясь в ЛИНК и узнавая новое для себя, я столкнулся с проблемой. Как применять полученные знания? Как их внедрять? С чего начать изменения для меня, как для владельца бизнеса, который не ограничен в своих задачах и должен решать все и вся, было непонятно. В книге мне понравились последовательные и четкие рекомендации по решению насущных задач и структурированию бизнеса. Задания и примеры максимально приближены к реалиям российского малого бизнеса. Антон Астафьев, владелец сети Кафе, город Пермь. Михаил, огромное спасибо за ваш труд. По сути, вы написали подробную инструкцию по ведению бизнеса. Действительно, технология, выполнение которой приведет предпринимателя и его команду к успеху. Основная ценность в том, что вы говорите не только о том, что нужно делать, а что наиболее важно, как это сделать так, чтобы результаты улучшились. Если бы эта книга попала мне в руки пять лет назад, то я избежал бы тех значительных убытков, которыми пришлось заплатить за отсутствие необходимых знаний и навыков ведения бизнеса. С удовольствием буду рекомендовать вашу книгу всем знакомым предпринимателям. Федор Халиулин, руководитель проектно-строительной компании Glossart, город Москва. Для тех, кто сейчас думает о создании своего дела, эта книга доносит в сжатой форме максимально четкое представление о правилах построения бизнеса, о законах его функционирования и развития. Для тех, кто уже создал свой бизнес, пережил кризис и выбрал остаться, эта книга руководства, как надо и как не надо делать. Свод правил, методов и рекомендаций. Эта книга полезна каждому, кто строит свой бизнес. Игорь Леонардович Викентьев, директор консалтинговой компании Tris Shans, Санкт-Петербург. Уважающий себя российский бизнес должен двигаться быстрее, чем западный. Книга Михаила Юрьевича Рыбакова об отечественном опыте. Игорь Семенович Попович. Генеральный директор транспортно-логистической компании Trantor. С Михаилом я познакомился в 2008 году на тренингах в Международном институте менеджмента. Сам являюсь собственником уже более пяти лет. В последние полтора года столкнулся со всеми вопросами, поднятыми в книге Михаила. В пути развития бизнеса подобные книги и консультанты, такие как Михаил, это откровение и неоценимая помощь. Согласен с Михаилом. Начинать надо с себя, родного любимого. После прочтения книги пришло в голову проанализировать собственные подходы и начать с себя. Все, чем занимаешься сам лично в компании и за ее пределами. Буду советовать прочитать книгу всем знакомым собственникам бизнеса. Жду выхода книги в свет. Евгений Павлов. Генеральный директор компании Векфорд. Михаил, я купил вашу книгу. Шикарное приобретение. Настоящий справочник по организации и ведению бизнеса. Среди настольных книг в настоящее время номер один. И вряд ли скоро потеряет свои позиции. Прочитываю, выполняю задания, а в голове все светлее и светлее. Спасибо вам за труд.